Добрый вечер! С Великим Постом! С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Радуйся, благодатная! С этих слов в приветствии Ангела Пресвятой Богородицы начинается новая светлая страница в истории человечества. Радостная весть Небесного Посланника стала первой доброй благой вестью после грехопадения человека. О Благовещении Пресвятой Богородицы, о значении слова мы сегодня поговорим. Добрый вечер! Добрый вечер! С Постом Великим и с праздником Благовещения! Да, с праздником Благовещения. Ну и для начала прошу вас прочитать евангельский отрывок о том событии, о котором будем с вами говорить. Евангелие Туки, глава 1 стихи, с 26 по 38. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу по имени Иосиф, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Иисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Ну, давайте с вами сначала краткое толкование, отрывка, который мы прочитали. Ну, в общем-то, здесь достаточно такой текст понятный, да, я думаю, как бы описывается событие, которые для обычного мирского человека уже само по себе чудесно. Когда явился ангел Пресвятой Богородицы, да еще не просто явился, а он еще и разговаривает и отвечает на вопросы, да, и еще провозвестник будущих событий является ангел. Ну, мы знаем, что архангел Гавриил является всегда посланником от Бога, приносящим весть. Его изображает на иконах с лилией, с цветочком с таким. А другой архангел Михаил, который защитником является, он изображается всегда с оружием в руках, или с мечом, или с копьем, со щитом. Здесь была весть от Господа, принесена архангелом Гавриилом Богородице, и эта весть была сама по себе удивительна. Мало того, что удивительное событие, да, описываемое в этой части Евангелия, что ангел явился человеку Пресвятой Богородице, но и удивительно то, с чем он явился, с какое провозвестие. Дело в том, что это времена еще Ветхого Завета, и весь народ израильский ждал Мессию, ждал пришествия Христа. И, конечно же, в каждом роде, в каждой семье думали, от кого же, может быть, и от них произойдет родиться Мессия, спаситель народа израильского. Но по пророчествам, конечно же, род должен иметь происхождение от царя Давида, и здесь как раз все это сходилось в точку. То есть, действительно, и Иосиф, и Мария из рода Давидова свое вели, из поколения, из поколения, да, свое родословие. И, конечно же, это был, что Иосиф, что Пресвятая Богородица, они были благочестивой жизни из поколения в поколение. Потому что, ну, как не рождаются на смокве яблоки, на яблони репейник, так и среди людей не рождается от злого рода добрый человек и от доброго рода злой человек. Вот здесь то же самое произошло, что Господь пять с половиной тысяч лет избирал из поколения в поколение, как бы очищал от грехов все больше и больше вот этот род, который привел к величайшим таким поступкам и деяниям вроде человеческом, как рождение Мессии, Христа от Пресвятой Богородицы. То есть Господь ее избирал пять тысяч лет. Соответственно, те слова, которые произносились Архангелом или Пресвятой Богородицей, они все несут очень глубокий и очень важный смысл для всякого человека, верующего, конечно, человека. Потому что если человек верит в Бога, если человек понимает, что он грешен и что у него есть масса недостатков, то этот человек понимает, что ему нужен Спаситель. И где этого Спасителя взять? Другого человека? Но другой человек также грешен, также имеет немощи свои. В итоге, как же добиться, можно сказать так, в этом мире такого спасительного действия, от кого его добиться, если не от какого-то чудесного рождения? И здесь как раз это и происходит. То есть Пресвятая Богородица говорит, что она не знает мужа, то есть она девственница, она живет в чистоте с самого рождения и в храме жила, и потом уже после совершеннолетия была отдана старенькому Иосифу Обручнику, у которого жена уже умерла, и взрослые дети, и он уже был там 80 лет от роду, и ему, собственно, вручили вот эту совершенно молодую девушку Пресвятую Богородицу для того, чтобы он ее в своем доме упокаивал, сохранял, потому что она дала обет чистоты и девства на всю жизнь. И здесь как раз Господь через Архангела возвещает ей, что от тебя родится Спаситель мира. Мы своим разумом человеческим, материальным понимаем, что нужны родители, то есть муж и жена для рождения ребенка. Здесь же муж старенький и совершенно никаких отношений между ними нет, и сама Богородица говорит, как это может произойти. И тут Архангел отвечает ей на этот вопрос, что сила Вышнего, то есть Дух Святой осенит тебя. И она таким образом через чудесное творение Божьей благодати она восприняла в очреве Бога-младенца, которого выносила 9 месяцев, и которого родила в Вифлееме, и который вырос и стал Спасителем рода человеческого. То есть само рождение Христа, Господа нашего Иисуса Христа, оно уже само по себе чудесное, потому что он родился без Отца земного, не по плоти, а через нашествие Духа Святого. И здесь, в этом тексте, в основном все это, так сказать, сконцентрировано и объясняется Архангелом. Ну и, конечно же, здесь очень важен момент, то, что это произошло не как бы незаметным образом, а именно с согласием Пресвятой Богородицы. Собственно, зачем Архангел говорил и нужен был. То есть он пришел не только уведомить ее, но и, можно сказать, спросить, а согласна ли она на это. На что Пресвятая Богородица сказала все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. То есть вот если кратко, то так текст звучит. Да, после слов благовестия, мы видим, Архангел говорил, видим, как меняется мир и происходит даже после слов, да, чудесное зачатие Господа нашего Иисуса Христа. И часто мы слышим вот в Евангелии, что вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог. И все мы наделены даром слова. Что же это такое слово? Ну, действительно, каждый из нас имеет такое качество. Мы словесные, да, естество имеем. Есть бессловесные творения Божие, а есть творения Божие словесные. К ним относятся ангелы и люди. Вот, собственно, только у нас и ангелов есть такое качество иметь слово. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Божию. То есть мы знаем, что в Троице есть Бог-Отец, Бог-Сын, которого еще называют Словом Божиим, Словом Отца, и Бог-Дух Святой. Вот это все в нас присутствует, и поэтому мы этим можем пользоваться. Мы можем и Дух обрести, Святой или Бесовский, да, если мы от Господа отступаем, мы можем и Слово сказать, которое неизвестным для нас образом в нас появляется. Вот слова – это настолько сложная технология, скажем так, изъяснения внутреннего мира человека, который объяснить, как они появились, очень трудно. И только, наверное, то, что Господь даровал, это величайший дар Божий каждому из людей, только так и можно это понять. И что такое Слово? Ну, есть, конечно же, вам расскажут ученые, что Слово – это изъяснение каких-то внутренних образов мыслей, чувств, желаний. А если с духовной точки зрения, то Слово – это логос, то есть греческое такое название, которое определяет смысл того или иного предмета, которое определяет смысл того или иного действия, желания, чувства. И вот этот смысл, он в Слове отображается, и таким образом человек, другому человеку, может передавать этот смысл, свою мысль, да, передавать человеку и взаимнообразно понимать друг друга. Потому что если бы я имел какое-то внутреннее желание что-то рассказать, но другой человек меня бы не понимал, то, конечно, мы понимаем, что никакого бы общения у нас не произошло. То есть два человека, как минимум, должны иметь внутреннее понимание одинаковое того или другого Слова. Слово – это мысль, облеченная в форму. – Глубушка в нем. Мысли откуда берутся? – Для каждого из нас мысль, действительно, она привычна. То есть мы думаем и даже не задумываемся, да, такое… – Мы даже разговариваем. – Да, разговариваем, о чем-то сидим, размышляем, или фантазируем, мечтаем, или унываем, или еще там кого-то осуждаем. То есть у нас поток мыслей идет постоянно, и он даже во сне мы постоянно тоже думаем. Конечно же, для нас это настолько привычно, настолько естественно, как вот дыхание. Мы не замечаем, как мы дышим, да. Также мы часто и не замечаем, как мы мыслим. А вообще-то это плохо. Надо за мыслями-то контролировать такой процесс мыслительной деятельности. Он должен быть подконтролен сознанию человеческому. То есть осознанно мы должны мыслить, не неосознанно. И откуда появляются мысли? Это первое, так сказать, к чему приходит человек, который начинает размышлять и наблюдать свой внутренний мир. Он начинает видеть, что одни мысли приходят, как бы из какого-то источника внешнего, а другие мысли производятся сами по себе где-то внутри нас, когда мы начинаем что-то логически себе объяснять, рассуждать и какой-то делать вывод из того или иного события. А внешние мысли, они неизвестны для неверующих человек, откуда приходят. Но если мы как верующие люди, мы можем эти два источника совершенно четко и ясно обрисовать. Первый источник – это Господь и ангелы, через которых Господь нам эти мысли присылает. А второй источник – это сатана и его слуги, бесы, которые также нам какие-то мысли всевают в душу. И часто мы сами удивляемся даже, откуда же такая мысль-то могла мне в голову прийти. Думал о чем-то другом совсем, о каких-то суете, о каких-то своих делах, о каких-то проблемах, и вдруг приходит мысль, как говорится, не от мира сего, а вот не пойти ли мне в храм вдруг. Вот только что я думал, да вот денег нет, там что-то работы нет или, наоборот, ой, как хорошо, я с работы пришел, дети, там замечательно. И тут мысль – а не пойти ли в храм поблагодарить Бога? Откуда эта мысль пришла? От ангела. Или другая мысль – вроде человек сидит, работает, что-то такое делает, с детьми занимается. И вдруг мысль – а не пойти ли выпить? Это другая мысль. Откуда она приходит? Ну я же не думал об этом. Я думал о детях, я думал о работе, я думал о каких-то там своих обязанностях. И вот внезапная мысль совершенно, как говорится, не по тексту, вдруг приходит извне. Это мысль от беса. И вот так мы можем легко их всех сортировать. То есть если мысль, приходящая нам в голову, у некоторых даже отрыбь берет. Даже верующим людям иногда приходит в голову мысли, осуждающие Бога, оскверняющие, сквернословящие на Господа, верующим, исповедующимся людям, причащающимся. Бесы всевают такие мысли, в которых они на Господа просто клевещут или его сквернословят или еще как-то ругают. И человеку даже противно вот это осознавать внутри себя. Но это мысли, которые он не может, знаете, как в случае со словами, мы можем уши заткнуть и не слышать. Вот от мыслей никак ты не избавишься. То есть ничего не заткнешь, чтобы они не приходили в голову. И здесь человеку приходится только исповедоваться и молитвой, отгонять вот эти мысли бесовские, чтобы они не приходили в голову. Так же и хорошие мысли. Так же и мысли, которые нас укоряют в каком-то неправильном поступке. Мы их называем совесть, да, нас грызет совесть. Вот я украл, я вот что-то. Да не хочу я об этом думать. А она опять, да ты украл. Я вот лучше буду думать о хорошем, а ты украл. И эта вот мысль приходит, приходит, приходит в голову. Пока человек не пойдет, не исповедуется, все, и мысли перестают приходить в голову. Кто эту мысль ему всевает в голову? Конечно же, ангел и, конечно же, совесть человеческая, которая тоже действует благоприятно на душу человека. То есть вот эти два источника, если вы смотрели фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», то там был такой персонаж Вакула, кузнец, и он там очень плотно, можно сказать, общался с бесом. И бес даже ему там что-то подсказывал, помогал и переносил там в Петербург, там к царице и прочее. Вот там очень ярко показано, как бес сидит на плече Вакула и нашептывает ему что-то такое, а потом другим что-то нашептывает. Вот это Гоголь изобразил из жизни. Он же был верующий человек, и, зная вот это действие бесовское, он это все очень ярко изобразил в своем произведении «Вечерах на хуторе близ Диканьки». То же самое происходит и сейчас. Ничего нового не происходит. И те люди, которые неверующие, которые не знают, что есть бесы, для них загадка, откуда вдруг вот такая мысль появилась мне в голове. Я же не думал об этом. Или откуда такая мысль появилась в голове. А те, которые пытаются, так сказать, как-то изучать себя, но не с позиции православной веры, а с каких-то своих позиций, они думают, а вот какой я прозорливый, мне вдруг мысли начинают хорошие приходить в голову. Да ты-то всего лишь приемник, а не передатчик. Откуда тебе передаются эти мысли? То есть мы должны четко понимать, что наша душа – это воспринимающая часть, и эти мысли извне приходят, их можно отсеивать. То есть хорошие мысли у себя утверждать, утверждаться в них духовно, а плохие мысли отсеивать, их отталкивать от души, читать молитвочку, чтобы они ушли. То есть это и есть духовное внутреннее действие. Ну это такая серьезная работа, но большей части мы живем в такой суете, наверное. Да, и мы даже не задумываемся. Вот у нас идет поток, вот как облака летят по небу, и мы не задумываемся, сколько там, чего, откуда они летят, с севера на юг, с юга на север там. А там ведь тоже есть законы, да. На самом деле они летят с запада на восток. Вот. И здесь то же самое. Мы в основном летят с запада на восток, потому что с Атлантики идет основной процесс циклонической деятельности. Вот то же самое и здесь. Мы не задумываемся. Вот у нас идет этот поток мыслей. Единственное, о чем мы можем констатировать время от времени, ой, что-то все хуже и хуже на душе становится. Все хуже и хуже мысли. Все как-то тяжелее и тяжелее. То есть мы общую тенденцию можем в течение нескольких дней или месяцев говорить. Вот раньше как-то в детстве я об этом не думал. Как-то на душе было легко, светло, чисто. И мысли были хорошие. А вот сейчас, чем я старше становлюсь, тем хуже мысли. То есть мы констатируем это. Но опять же, дальше не развиваем, не задумываясь, не изучаем этот процесс. И, соответственно, теряем очень много на этом. А надо его все-таки довести до логического конца это изучение самих себя внутренне. И увидеть, что эти мысли можно изменить и сделать так, чтобы на душе было так же легко, светло, ясно, как в детстве. То есть чтобы на душе были только светлые мысли. Не было там темных мыслей в детстве. Потому что мы не грешили в детстве-то. А вот когда в возрасте, мы уже так грешим, что эти грехи притягивают такое количество дурных мыслей, что потом даже не знаешь, как от них избавиться. И люди даже потом сходят с ума от этого. То есть мысли должны быть нами контролируемы и управляемы. – Какое имеет значение слово? – Ну, если смотреть с точки зрения мирской, то практически никакого. Он сказал, как говорят, я хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. Что-то сказал, ну, это можно забыть. А если с точки зрения духовной, то страшно становится, когда ты осознаешь, какова сила слова, если вся Вселенная сотворена Словом Божиим. То есть Господь сказал, да будет свет, и свет появился. И дальше в шестоднев почитаете, как в течение шести дней Словом Господь творил весь мир, в том числе и нас. И мало того, что Вселенная. Сегодняшний праздник о чем говорит? Словом через Архангела Господь вселился в Пресвятую Богородицу. Через Слово. – Наше Слово имеет какое-то отношение к Слову Божию? – Так как мы дети Божии, то и у нас все так же, как и у нашего родителя. И мы Словом можем очень многое сделать. Мы можем, Словом, горы сдвинуть. Мы можем, Словом, создать что-то новое, доброе, хорошее, светлое. Мы, Словом, можем человека восстановить из какого-то удрученного, тяжелого состояния, даже, может быть, к излечению, Словом, человека подтолкнуть, исцелению. А можем, Словом, наоборот, убить, расстроить, обмануть. Настолько напакостить человеку своими словами, что человек может от этого даже покончить жизнь самоубийством. Или просто психическая неустойчивость. – От расстройства может и сердце остановиться человеком. Давление, инсульт, сердечные приступы – это часто через слова. Есть даже статья, что доведение до суицида. То есть это же статья в Головном кодексе, по-моему, есть такая. Поэтому мы, конечно же, не осознавая силы слова, пользуемся им, ну вот как если младенцу дать револьвер заряженный. И он будет им играть, пока не выстрелит или в кого-то, или в себя. Вот так же у нас мы, как младенцы, имеющие огромную силу слов, но не понимающие этого. И мы ими играем, балуемся и часто вредим себе и окружающим через это. И надо взрослеть, чтобы наши слова приносили только радость и нас укрепляли, и уж точно никому не вредили наши слова. Потому что, ну, если проклятие, то, понимаете, если мать проклинает своего ребёнка, то у ребёнка нет шансов счастливо жить. Если какие-то обманы идут. – А что вот входит в понятие «проклинает»? – Ну, это же так же входят слова, которые мать говорит там «я тебя проклинаю за то-то, то-то, то-то». – То есть это только прямо конкретное слово? Или вот там «посылает» куда-то там? – Нет, но если она его куда-то посылает, да, не будем говорить куда, то это не проклятие, это просто такая ругань идёт. Да иди ты. Хотя и в этом случае есть масса описанных моментов в жизни, когда после этого ребёнок просто пропадал. То есть мать ребёнка послала, да иди ты там к бесу, да, и всё, и ребёнок исчез. Куда он делся? Чего с ним произошло? Какую, так сказать, какую ситуацию бес его втащил через эти слова матери? То есть мы неосознанно делаем словами такие страшные вещи, к которым потом раскаиваемся, конечно, но бывает уже часто поздно. Поэтому здесь надо взвешивать слова, очень чётко их стараться всегда не выпускать. Слово «не воробей», да? Вот. Поэтому здесь вылетит, не поймаешь. Поэтому здесь надо иметь вот это понимание ответственности за каждое, даже праздное слово, о котором Господь так и говорит в Евангелии, что за всякое слово сказанное дадите ответ на страшном суде. А что входит в понятие «праздное слово»? Ну, это то, которое мы вообще не считаем грехом. Когда мы просто сидим там и треплимся с кем-то, ни о чём. О чём говорили? Да ни о чём. Какие-то песенки напеваем там, да? Песенки напеваем с людьми, там, с удачем, да. А ещё если мы в этот момент ещё, как правило, кому-то ещё кости перемываем, то тут к праздному разговору добавляется ещё и осуждение. По телефону сидим и обсуждаем, ну, какие-нибудь там женщины, например, тряпки обсуждают, мужчины какие-то, машины обсуждают там, или там, не знаю, охоту, рыбалку. То есть, ну, ни о чём. Это часы, а если их потом суммировать, то это дни и месяцы нашей жизни уходят в пустоту. И за это тоже будем, конечно же, отвечать перед Богом. Поэтому здесь надо быть всё-таки осмысленными, осознанными в каждый момент своей жизни. То есть, Господь, собственно, не зря же говорит, бодрствуйте, всегда бодрствуйте во всех своих поступках, делах, чувствах, желаниях, мыслях, словах. Будьте бодрственны, то есть осознанно себя ведите. А мы, ой, не хочется даже думать, давай расслабимся, давай отключимся, давай как-нибудь время проведём, потусуемся. Это что? Это как раз мы, наоборот, от бодрствования удаляемся, от осознанного поведения отходим. И это приводит нас к бедам. Потом мы сами же думаем, да что ж так вдруг плохо-то стало нам? А потому что сами же выключили своё осознанное поведение и сразу же попали в какую-то неприятную ситуацию. Нас вот ждёт такой строгий суд за праздное слово. А что ждёт тех людей, которые сквернословят? Ну, это ещё хуже, потому что праздные слова, ну, мы не видим как бы в этом греха, хотя в этом грех есть пред Богом. А сквернословие, мы понимаем, что это плохо, мы понимаем, что это грех. Ну, как же, я не удержался, я должен был сказать там, или он меня вывел из себя, поэтому я вот... А так бы он не понял, если я тройным матом не покрыл бы его, да, как бы он, ничего бы он не понял. Это всё ещё хуже. Почему? Потому что матерные слова – это слова бесовские, так бесы разговаривают в аду. И когда мы эти слова употребляем в своей практике, здесь, в земной жизни, мы, во-первых, бесов зовём к себе, а они просто так не уходят. Если мы их позвали, они обязательно нам что-то сделают вредное. Во-вторых, мы вместе с этим создаём вокруг себя атмосферу, ну, можно сказать, адскую, да? Зачем бесов звать? Лучше звать ангелов, святых угодников Божьих, молитвами, добрыми словами, привлекать их к себе. То есть мы можем вокруг себя создать либо Царство Небесное, и тогда будет легко, светло, чисто и нам на душе, и рядом с нами находящимся людям. Будет легко, чисто, светло. Либо мы вот эту тяжёлую атмосферу вокруг себя создаём, и это чувствуется, да? Вы прямо в комнату входите, где вот только что какой-то шёл или спор, или ругань какая-то, или там сквернословие, и вы прямо чувствуете атмосферу наколена какая-то, да? Это что? Это присутствие бесов, это присутствие сквернословия, присутствие страстей кипящих в людях. Вот зачем это делать? Мы же сами себе вредим. Лучше удержаться и не выпустить из себя это всё. Внутри себя это подавить, молитвы очистить. И таким образом перебороть это искушение. Поэтому, конечно же, создавать ад вокруг себя сквернословием ни в коем случае нельзя. Ну и потом мы в Евангелии можем прочитать, как Господь говорит, если ты назвал ближнего своего дураком или уродом, то ты повинен либо суду, либо гиенне огненной повинен, да? Вот, собственно, уже заранее Господь это проговаривает, чему мы себя подвергаем, какому наказанию через сквернословие. Хотя для нас там урод или там дурак, это для нас какие-то, ну, мелкие такие, да, словечки. Мы-то покруче можем завернуть, а даже за эти слова гиенне огненной подвержены будем. А уж куда больше будем отвечать за более скверные матерные слова. Да, мы сейчас с вами рассмотрели вариант, когда человек ругается матом. Но большей части сейчас люди просто разговаривают матным языком. То есть даже не могут сформулировать свою мысль, да, без вот какого-то матного словечка. Есть такое, да. И, да, это прям, ну, во-первых, когда ты присутствуешь при этом, тебя коробят. Ты не можешь находиться в этой атмосфере матерных слов. Но еще больше тебя удивляет, когда ты начинаешь говорить, ну, я как священник говорю, ну, вы при мне не ругайтесь. И люди стараются не ругаться, хотя они не ругались, они обсуждали, например, какой-то... Они не ругаются, они говорят. Да, они говорят спокойно, ну, вот на этом, так сказать, матерном сленге. И как только их просишь исключить эти слова, им и говорить-то не получается. То есть у них настолько деградировал язык, что они, кроме, ну, вот, а как бы... То есть у них одни связующие какие-то появляются звуки, а мысль они уже выразить не могут. Вот. Это деградация, это уже настолько подпадение под бесовское уже воздействие, что человек просто чувствует себя не в своей тарелке без этих слов. Понимаете, что они уже привыкли к этой жизни с бесами, они уже с ними сроднились, и они уже даже не то, что говорят, они думают уже этим языком. Это еще хуже, потому что разговор внешний, он всего лишь производный от внутреннего разговора. Человек же внутри тоже себя разговаривает какими-то словами. И вот такие люди, они внутри уже думают матом. Мы-то, так сказать, даже и не понимаем этого, а вот для них это естественно. Поэтому, конечно же, так запускать, можно сказать, ситуацию не надо, и надо себя все-таки контролировать и в любом случае прививать себе нормальный язык, которым Пушкин, Лермонтов излагали свои совершенно четкие, ясные образы, мысли и поступки. Собственно, а почему мы сейчас так не можем говорить? Ведь как это красиво звучит, как это стройно, логично, осмысленно происходит. Или почитайте Священное Писание, там еще более все это красиво и глубоко изложено. Хотя те, кто писал, например, Четыре Евангелия, это были простые рыбаки. А как написано? И насколько глубоко все написано и осознанно? То есть тут надо учиться. Когда читаешь то или иное произведение, ты учишься образу мыслей, учишься образу изложения этих мыслей, подходу к тем или иным событиям. То есть мы мировоззрение воспринимаем от писателя того или иного произведения. Поэтому здесь, когда предлагают нам, так сказать, почитать или послушать какие-то произведения с матершиной или еще с чем-либо, ну, надо от этого отвращаться, потому что оно разрушительно действует на вашу душу. Лучше послушать что-то культурное, что-то правильное, что-то вечное, духовное, которое даст вам пользу, а не отравит вашу душу грязью. Почему молчание считается добродетелью? Это высшее качество духовного такого естества, когда человек живет в полном молчании внешнем для того, чтобы внутри быть в постоянном диалоге с Богом. Ну, просто человек так устроен, что он может говорить одновременно только с одним собеседником. То есть, чтобы контролировать беседу, если нас что-то будет отвлекать от этой беседы, ну, скажем так, вот один человек, с которым я разговариваю, а рядом второй человек сидит и меня постоянно отвлекает, то, естественно, моя беседа с первым человеком, она будет прерывистая и очень нескладная, скажем так. Вот то же самое здесь, это однонаправленность нашего взгляда внутреннего, духовного взгляда, сознания души нашей, оно направлено либо на Господа, либо на каких-то других людей или событий, или обстоятельства. Вот тот человек, который молчит к внешним обстоятельствам, к людям, к каким-то житейским ситуациям, то есть он на них не реагирует. Он погружен полностью в беседу с Богом, внутреннюю беседу с Господом. И для него она намного важнее и интересней и приятней для души, чем вот эти внешние. А душа человеческая так устроена, что она должна с кем-то беседовать. Почему празднословием занимается такое количество людей? Да потому что так мы устроены, мы словесные творения Божьи, и, соответственно, мы свое словесное естество должны как-то проявлять и обогащать, и что-то им производить. То есть мы поэтому беседуем. Но если мы беседуем с грешником, то мы через беседу от него заражаемся греховными, можно сказать, флюидами, греховными мыслями, чувствами, желаниями, словами, поступками. А если мы с чистым, с праведным человеком беседуем, то мы от него также заражаемся в лучшем смысле слова какими-то правильными мыслями, чувствами, желаниями, образами, действиями, поступками. А если мы с Богом общаемся, то представляете, насколько это выше беседы с праведником. Это несоизмеримо выше по действию на душу собеседника, беседа с Господом. И поэтому молчаливых людей, в смысле духовным, я прекрасно понимаю, они, можно сказать, променяли беседу с мирским, суетным миром на беседу с Господом. Вот Вы сейчас сказали сознание человека, мы говорили о трех видах, источниках мыслей, да, то есть бесовской и источник от Бога, да, ангел нам подсказывает. Есть наши мысли. Где сознание человека наше находится? Оно находится постоянно в душе нашей, и тот круг сознания, который мы переводим на то или иное, такое, так сказать, слово на ту или иную мысль, оно и высвечивает эту мысль. Но вот опять тот же пример. То есть это источник, наверное, сердца наше? Ну да, можно их и сердце здесь привести, можно и разум привести, оно тут все совместно. Ну, сам Господь же сказал, да, есть неумытыми руками, не оставляет, а вот все, что выходит из вас, это выходит из сердца. Да, исходящее из вас, из сердца вашего исходит, это согласен, да. Да, но и разум, он тоже производит какие-то мысли, какие-то слова. Хотя сердце, оно является движителем всего, то есть оно... А разум, наверное, воспринимает то, что в сердце. Ну да, он, наверное, его как-то трансформирует и, можно сказать, такой как буфер какой-то. Да, все, что нас, наверное, интересует внутри, оно останавливается, наверное, у нас те же мысли, как вы говорили. Там ветер пролетает, кого что интересует, тот на этом и задерживается, на этих мыслях, да. Потому что там предложат меня пойти воровать, но человек, который не склонен к этому, он даже не остановится на этом, да. Который что-то там... Выпить. Или там девушка красиво пройдет. Кто-то вообще холодно к этому несется, да. А кто-то на этом вот сразу, о, пошла. Да, акцентировать. Акцентирует внимание. Да, ну, естественно, сердце является движителем всех этих процессов. Но размышлять, ну, допустим, тот же пример вот с выпивкой, да, вот человек, которому, ну, нету пристрастия к выпивке, ну, ему вот там стоит бутылка водки, да, он ее и не заметит. А у того, у кого есть пристрастие, он, первое, о, стоит бутылочка, как бы ее это самое... Начинает с мысли, ум подсказывает, а как бы это к этой бутылочке приложиться. Это не сердце уже подсказывает, сердце только двигает интерес к этому. А ум подсказывает всякие логические ходы, как бы к этой бутылочке, собственно, подобраться поближе и выпить ее. То же самое со всеми другими пристрастиями человеческими. Или, наоборот, с добрыми делами. Сердце тянется, ну, как бы мне помочь, вот как жалко этого человека. А ум подсказывает, как ему помочь в той или иной ситуации. То есть, вот это вот взаимодействие сердца и ума, оно внутри нас живет постоянно. Хотя, по-прежнему скажу, мы вот этого, к сожалению, не изучаем, хотя это мы. Мы вот знаем, что у нас две руки, две ноги. Мы знаем наше тело более-менее, так сказать, в приблизительном каком-то... И это естественно, кажется, да, свое тело знать. А вот знать свою душу, да чего там знать-то там, как говорят, чужая душа потемки. Оказывается, своя душа еще больше потемки, чем чужая. Надо ее изучать. И те внутренние действия, которые душой мы можем делать, мы должны это изучить и действовать осознанно. От этого наше действие усиливается, от этого мы станем более целеустремленными, а значит и более сильными. И здесь и сердце нужно очищать, потому что все злые дела из сердца, как и все добрые дела из сердца исходят, как источник сердца, наш как движитель. И ум надо очищать, потому что все мысли, которые в нашем уме пребывают, их тоже можно сортировать, и можно их прививать. Те или иные поступки, те или иные методы, технологии, мы можем это собирать в уме своем. Да. Все хотят жить вечно, да, не могут смириться с мыслью, что он всегда однажды закроет глаза. И втайне все-таки надежды, что когда-нибудь проснутся такой в новой жизни, да. А вот Господь нам дает рецепт бессмертия. Что Он говорит? Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Что же это за слово, которое нас животворит? Ну вот опять, да, опять мы сталкиваемся, что мы слово, которое Господь нам говорит, мы им можем быть оживотворены. Удивительно, но те, кто не понимает качество и силу слова, вот здесь могут тоже очень ярко это увидеть в этом примере. Что за слово, которое мы должны соблюсти от Бога исходящее? Это то, чему Он учил своих учеников, апостолов, то, чему Он учил всех, кто за Ним следовал. Это Его заповеди, это Его евангельское благовествование. Это то, что изложено в Евангелии и в апостольских, так сказать, посланиях, деяниях. Это все, что собрано Церковью. Именно слова Божии, непосредственно от Него исходящие. Или от Пресвятой Богородицы, или от апостолов, или от учеников апостолов. То есть то, что Господь Сам говорил, или через Духа Святого есть в Евангелии такие слова, что Дух Святой придет и научит вас всему тому, что я сейчас вам не смог из-за краткости времени что-то сказать. Дух Святой вас этому научит. Вот это все как раз и есть спасительные для нас вещи, которые мы должны соблюдать. Потому что просто слышать слово – это недостаточно. Надо его соблюдать, то есть действовать по этому слову. Ну, простой пример из жизни, если вам написано, что не ходи туда, там снег может с крыши сойти и тебя убьет. Осторожно, да, снеговая там лавина с крыши падает. Кто-то пропустит, а ты пойдет. А я все равно пойду, ничего там не пойдет. Он подвергает риск своей жизни. А кто-то прочитает и не пойдет. Он явно будет дольше жить, чем первый. Поэтому и здесь также Господь предостерегает нас своим словом от каких-то неправильных действий, поступков, желаний. И если мы его слушаемся, то мы свою жизнь и здесь продлеваем. И там, в духовном мире, куда мы рано или поздно перейдем, мы также будем жить, а не умирать в аду. Потому что слово Божие животворит. Если сам Господь есть слово, то всякий, кто воспринимает в себе слово Божие, он воспринимает Господа Иисуса Христа в себя через это слово. Да, есть и в притче Господь, когда сеятель сеет слово. И притча, несколько таких притч евангельских, где Господь явно показывает, как действует на душу его слово. И как действует дьявол, да. Про сеятеля притча очень ярко показывает, что семена, которые сеет Господь, а это его слова, они падают на различные почвы наших сердец. Где-то на каменные сердца, где-то на сердце, заросшие тернием, то есть страстями и похотями, а где-то на добрые, хорошие, подготовленные сердца. И тогда эти слова приносят различные плоды, 30 или 60 или 100, можно сказать, процентов плодов от этого слова. Здесь мы ярко видим, опять же, внутренний разрез нашей души, как она устроена через эту притчу. То есть, оказывается, наше сердце может быть каменным по отношению к словам Божьим. Или заросшим совершенно дурными привычками и желаниями. И туда просто семена слова Божьего не попадают, их не пускают эти наши страсти в сердце войти. Или сердце, которое вот совершенно с тонким слоем почвы, и вроде бы слова принимаются, и все начинает вроде действовать. Сначала человек даже идет, а потом, так как почва добрая, очень ее мало в сердце, все это высыхает и теряется. Мы вот эти все качества в людях часто видим. То есть каменный человек, ну это горделивый, который совершенно никого слушать не хочет, и атеист, он говорит, да нет никакого, чего вы мне голову морочите. Или такие люди, которые очень поначалу берутся, да, отзывчивые сразу, но через день-два у них как-то это все неинтересно становится, и они отпадают. Или те, которые в страстях находятся. Это тоже, конечно же, очень грустно наблюдать, когда человек там в пьянстве находится, ему говоришь, что не надо, и он это понимает. Но страсть настолько охватила его сердце, что он не может с этим бороться. То есть это все мы видим, все в жизни. Сейчас, в середине Великого Поста, в каждом храме сегодня, на данный момент, находится животворящий крест. Зачем мы поклоняемся кресту? Во время Великого Поста каждый человек, конечно же, какие-то силы прикладывает для того, чтобы его соблюдать. И искушения какие-то происходят. И к середине Поста у многих силы, так сказать, кончаются. Поэтому есть такая традиция, что в середине Поста выносить для поклонения крест, животворящий, чтобы через него укрепиться, чтобы через это крестное знамение, через то, что мы к нему прикладываемся, то, что мы видим Господа распятого на кресте, то, что мы осознаем через благодать Божию, от этого исходящую в нашу душу, мы получаем силы для продления дальнейшего Поста. Мы действуем, когда внутри нас действует благодать, мы продолжаем действовать правильно. И эта благодать через крестное знамение Господь нам дает. По-другому никак не получается. То есть крест нам дан в середине Поста для нашего укрепления и дальнейшего пребывания в посте. Почему Господь принес свою искупительную жертву именно на кресте? Для нас, конечно же, это не укладывается в голове. Мы не можем этого понять, как это сам Господь, который весь мир может совершенно изменить, одним словом, он дал себя на распятие. Ведь он мог совершенно спокойно уйти от этих всех архиереев и первосвященников и воинов, посланных к нему, как многократно уходил до этого. И никто его не мог схватить, и никто ему сделать ничего не мог. Но здесь он предал себя им в руки. Для чего? Для того, чтобы показать, насколько Господь любит нас. Для того, чтобы дать нам возможность укрепиться через любовь к нам, Господа, и стараться все-таки следовать за Ним, потому что Он нас любит. Хотя, конечно же, крестное знамение было на тот момент Римской империи самым скорбным, тяжелым и мученическим таким орудием убийства. Ведь это же Римская империя придумала крест для того, чтобы распинать на них людей. Про спартанцев, может быть, кто это читал, когда вдоль Апиевой дороги их кресты стояли, они там были все распяты. И это Господь воспринял на себя для нашего спасения. Ну и многие, да, толкуют по-разному, да, что вот крест, как вот пришло дерево, да, стало источником, так сказать, греха, да, так и вот наш крест. Животворящий, да, крест, он является древом житворящим. И в Ветхом Завете был прообраз, когда народ израильский был поражаем змеями, на древе также крестном было по Господу, было назначено через пророка Моисея защита такая. То есть змею повесили на это крестное древо, и когда змея того или иного кусала, человек подходил к этому крестному знамению, со змеей, висящей на нем касался и исцелялся. То есть вот таких прообразов много. И то древо, от которого Адам и Ева питались в раю и были вечными, да, которые потом лишены были, здесь его, это древо райское, заменил крест, животворящий, и мы уже питаемся не плодами древа райского, а телом и кровью Христовой, что намного, конечно, выше и благодатней. Да, наша передача завершается. Вам благословительное слово всем нам. Ну, я всех, кто постится, конечно же, поддерживаю и в дальнейшем этом трудном, но благодатном делании, и всем желаю дальнейшего поста, провести весь пост в благости, до Пасхи, чтобы у вас у всех на душе было только спокойное, радостное состояние. Ну, и, конечно же, можете приезжать к нам, у нас будет соборование в это воскресенье, также, конечно же, мы будем рады вам, но и без исповеди причастия пост пройти трудно, поэтому обязательно варе этого поста надо не только попаститься, но и причаститься. Да, благодарю вас, Отец Евгений, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо. На сегодня все. До свидания. До свидания. Продолжение следует...